Тяжелый шаг этой мудреной жизнью женщины выдает ее непростое прошлое, которое наложило особый отпечаток на судьбу. Позади военное детство. Семья Веры Георгиевны жила в Ленинградской области, которая познала немало лишений в те трагические сороковые. Регион был отрезан от цивилизации. Мы, значит, когда начался обстрел, вот папа уехал, мама осталась. Здесь тяжело было, немцы ходили там, еще когда началась эта зима, очень тяжело, топить нечем. Наш дом, папа построил новый дом, потому что детей-то пятеро у нас было, братья ему помогали. Первые же выстрелы, попали прямо в наш дом, и мы жили у бабушки некоторое время, но она так в Никольском далековато от нас. Когда началась осень, было очень холодно, готовить было нечего. Сначала был распределительный лагерь. После Германии, где мама Люба до вечера работали в поле, Женя пасла коров, а Вера с Толиком наводили порядок на подворье. Трудно пришлось, но очень хотелось жить. Приехали немцы, немцы забрали нас. И повезли, повезли на пристань, привезли, а мама так боится. Ой, и мы, я вот, я не знаю, как у мамы хватило сил, все-таки маленькие, но даже пусть три годика. Ну что это это такое? Ну и привезли на пристань. А мама говорит, что грузи, грузи детей своих. Мама боится. Говорит, мы не поедем. Не поедешь, мы все равно сейчас расстреляем, а дети будут работать на Германию. Куда нас бросит. Вот, и мы на корабле, на корабле все, все гражданцы. Вот нас собрали там, и все дети там, женщины вот такие, всех нас повезли на остров Рюген. Сегодня в московском районе Бреста проживает 76 узников. Каждому особое внимание и уважение. Ведь они живые носители той памяти, которую так важно сохранять и передавать. Проекты помощи поддерживают многочисленные общественные организации и руководство района. Одна из таких страшных страниц в истории человечества. Именно в этот день как раз узники Бухенвальда подняли восстание против гитлерцев и были освобождены. И как раз сегодня вот мы приехали к такому узнику, да, фашистскому консулагерей, на Типлой Вере Георгиевне, причем того, что ее урок, это урок такой нравственный для всех наших поколений, для того, чтобы не забывать истории. Немало гостей пришло к Вере Георгиевне. Школьники, представители власти и общественных организаций. Для нее это, конечно же, как праздник. Но даже в такой день она всегда вспоминает о войне. Продолжение следует...